Казахстанцы жалуются на дефицит противовирусных и жаропонижающих препаратов. В последние несколько дней в аптеках очереди за парацетамолом и аспирином. Но найти их можно не везде. Не хватает препаратов первой необходимости в Актюбинской области. Ажиотажный спрос там связывают с эпидситуацией. В июне пневмонией заболели более 700 жителей региона. Наталья Салькова тоже прошлась по аптекам. В поисках необходимых препаратов актюбинцы обходят аптеку за аптекой. Парацетамол и аспирин сейчас самые популярные лекарства. Но найти их можно не везде. То же самое с антибиотиками и термометрами. Парацетамола нет в продаже. Фервекса, в состав которого тоже входит парацетамол, у них нет. Также я спрашивала, у градусник у них нет. А сколько аптеку вошли уже? Ну это седьмая. Грипптин, Ринамарис. Спрашивала лекарства от гриппа, назарные препараты, Ринамарис, аксалиновую мазь. Все для детей. Лекарств нет. Заходила в 3-4 аптеки, нигде не нашла. По городу парацетамола нет. И то вот я сейчас детские беру, потому что внуки дома, дети. Вот, кстати, сейчас по 5 штук на руки дают. Даже градусника нету здесь. Мне градусник нужен, много чего нужен, много таблеток нету вообще. Лекарств нету. Обычно меня постоянно здесь берут. Лекарства дорогие, но здесь есть постоянно. Инсилин почему? Кто-то заболел? Нет, это для себя. Пострахуйся. Фармацевты объясняют, противовирусные препараты только закончились. В выходные поставок не было. То, что осталось, раскупили. Новый завоз должен поступить в ближайшее время. Парацетамола нет. Вчера закончился. Мы продали одну коробку. Когда будет, не знаю. Ожидаем поставки. Однако сегодня в некоторых аптеках жаропонижающих и противовирусных препаратов по-прежнему нет. В областном департаменте контроля качества товаров и услуг такую ситуацию объясняют резко возросшим спросом. Лекарства от гриппа и простуды начали скупать еще на прошлой неделе. Жители обеспокоены вспышкой пневмонии, поэтому закупаются впрок. Однако специалисты говорят, что необходимости в этом нет. Не можем сказать, что нету и не можем сказать, что их достаточно. Потому что вот здесь вот сейчас парацетамол в трех наименованиях, в трех позициях мы мониторируем. Одной позиции нет, две позиции есть, потому что дозы разные. И точно так же антибиотики. Десять наименований антибиотиков мониторируем. Из них шесть-семь наименований есть, трех наименований нет. Всего в регионе более 700 заболевших пневмонией. 18 человек скончались. В последние дни заболеваемость немного снизилась, но ситуация по-прежнему вызывает беспокойство. Поэтому в больницах подготовили дополнительные койки, а в поликлиниках открыли отделение для диагностики пневмонии. При появлении первых же симптомов ОРВИ жителям рекомендуют не заниматься самолечением, а обращаться к врачам. Наталья Салькова, Энадин Молдобеков. Итоги дня. Октубе.